Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В краевой столице стартовали выборы, кто и как контролирует ход голосования. В Барнауле почти демонтировали мост на новом рынке. А что было до него? И зачем в этом месте больше ста лет назад сделали выемку? Печатать текст и кликать мышью с помощью взгляда в Барнауле продемонстрировали технологию «Айтрекинг», которая позволяет общаться с миром вопреки таким диагнозам, как ДЦП и инсульт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, что в Краевом центре голосование по выборам в Городскую думу стартовало уже сегодня и продлится три дня. Участки будут работать с 8 утра до 8 часов вечера. В 8 утра в Барнауле открылись все 259 избирательных участков. Общественники побывали на нескольких, в том числе в гимназии номер 45 и в 122-м лицее. Наша задача – это посмотреть легитимность. То есть это организация работы, это прозрачность. Все участки без исключения обеспечены камерами, все участки обеспечены сейфами. Это в обязательном порядке, где хранятся документы. Все прозрачно. И мы можем в любое время, любой факт, возникший проблемного характера, через камеры абсолютно все увидеть. Общественники оценили чистоту и уют на каждом участке. Отметили огромную работу, которую проделали администрации города и районов, руководители учреждений, где проходят выборы. Пообщались с членами избирательных комиссий, наблюдателями. Никаких нарушений не увидели. По мнению Петра Фризина, все четко организовано. А представители Совета женщин добавили, что на участках созданы комфортные условия для голосования всех категорий граждан. Мы обратили внимание, что на участке голосования, расположенной в 45-й школе, есть отдельная кабинка для инвалидов или для людей, которые, может быть, тяжело стоять в обычной кабинке. Они могут присесть и также воспользоваться этим правом. Также мы обратили внимание на трафареты, которые планируют использовать для удобства голосования людей, инвалидов по зрению. Еще раз всем спасибо за такое вот отношение. Все-таки это сегодня важная политическая составляющая для города Бургола. Избрать на ближайшие пять лет новый состав. Все три дня проведения выборов в городскую думу 9, 10 и 11 сентября общественники будут контролировать участки во всех районах города. Как отметили они сегодня, группа мобильная и по любому звонку может приехать на избирательный участок. Напомним, участки открыты с 8 до 20 часов. Татьяна Голубева, день с толком. Образовательные программы вузов корректируют с учетом изменения экономических условий страны. В частности, в техническом университете разрабатывают специальные модули, исходя из обстоятельств. Каждый год вузы обращаются к предприятиям региона, чтобы узнать, в ком и в чем нуждается производство. В последние годы интерес производителей к инновационным продуктам и созданным из локального отечественного сырья только растет. Мы разрабатываем под заказ предприятий и софинансированием Алтайского края инновационные продукты. Это новые чаи мы разрабатывали, квас, на котором сахар заменен на сироп топинамбура. Все наши продукты разрабатываются на основе алтайского сырья. Кроме этого, специалисты вуза разрабатывают продукты на основе растительного животного сырья – алкогольные, безалкогольные и кисломолочные напитки. По словам проректора, производство нуждается в кадрах. Но большого наплыва студентов на эти направления пока нет. Тем не менее, техническому выделяют самое большое количество бюджетных мест на направления, связанные с пищевой и перерабатывающей промышленностью. Современные дети не хотят ходить в школу, убеждены психологи. Кто в этом виноват – дети, родители или сама школа? И как замотивировать ребенка на обучение? Этот вопрос обсудили на дискуссионном клубе «Точка зрения», который организовала сибирская медиагруппа. Если в советские годы говорили «не хочу учиться, а хочу жениться», то в наше время молодежь не желает ни того, ни другого. И это проблема, в голос говорят участники встречи. К сожалению, сейчас у детей, особенно у подростков, не очень высокий уровень мотивации к тому, чтобы самостоятельно заниматься. Школа не потому не может научить, что ребенок не способен, а потому что мотивации недостаточная. Но кто же отбивает мотивацию? По мнению детей, сама школа, сами педагоги. Я приезжаю с соревнований со сборов. Меня начинают жестко прогружать зачетами, контрольными и всякой такой историей, которую я не знаю, я не проходил. Вы научите, ну типа потом что-то там предлагаете делать. Я им говорю, ну, алло, я был на соревнованиях, прославлял там свою малую родину, свою фамилию. Вас в том числе школу прославлял на этих соревнованиях всероссийских. И вот такое вот отношение, я считаю это странно. И не то, что даже поощрений хочется, а хочется просто элементарного понимания, уважения. Учителя же парируют. Перегружены не только дети, но и педагоги. И современный ученик нередко тот еще подарок – отражение родителей. Давайте родителей тоже не убирать со счетов. Вот мы про то и говорим, что иногда ребенок приходит в школу, он к шнурке не может завязать. Ну чья это вот? А мы говорим о труде, о мотивации и так далее, и тому подобное. Вот давайте действительно, когда школа и родители будут находить точки соприкосновения и в унисон решать проблемы, тогда получается. С утверждением о том, что школа – это труд, не все родители согласны. Некоторые полагают, что именно этот устаревший принцип и отбивает желание учиться. Школе пора бы пересмотреть форматы и подходы, поставив во главу угла интересы детей. Это не про труд, это про удовольствие. И вот все то, что мы говорим – ты должен, мы тебя оценим. Все успешные люди, они занимаются тем, что им нравится, в удовольствии. И будут это делать много часов и даже не останавливаясь, как Леонардо да Винчи. Самое главное – это думать о ребенке и что он хочет, спрашивать. Но по мнению заслуженного тренера страны Андрея Скипурко, лучший мотиватор для детей – все же родители. Если мальчик растет при матери и матерым, сильным и уверенным он становится при ней, и мама вдохновляющим словом ведет его по жизни, то мужчина 100% получится. И из него будет именно сильный, уверенный человек, который будет плечом именно для жены, для мамы, для семьи, для государства нашего. А представители высшей школы убежден – в низкой мотивации к учебе не виноваты ни школа, ни родители, ни дети. Причина – социально-экономическая. Для этого, наверное, надо очень много чего сделать. В частности, желательно, чтобы было куда потом пойти работать, чтобы работала экономика, чтобы IT-специалист понимал, что он у нас, они найдут работу, им не понадобится уезжать в Сербию куда-то еще, для того, чтобы там дальше заниматься тем делом, которое ему нравится. При улучшении экономических условий и расширении возможностей для профессиональной реализации молодежь наверняка охотнее будет и учиться, и жениться. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком. Мост на новом рынке почти полностью демонтирован. Осталось всего несколько бетонных конструкций. Сейчас подрядчик готовит место для установки нового путепровода. А мы вместе с историком Данилом Дегтяревым решили вспомнить, что было на этом месте больше ста лет назад. Подробнее в сюжете. В принципе, мост в этом месте существовал еще с дореволюционных времен. Это были разные путепроводы в разные эпохи. Впервые мост появился здесь еще на заре 20 века, когда началось строительство Алтайской железной дороги в 1913-1914 годах. Здесь, в этих местах, дорогу пересекал так называемый Томско-Московский тракт. Это главная гужевая магистраль, да, по ней серебро возили, ну, а потом просто грузы возили уже. Вот когда строили Алтайскую железную дорогу, это вот линия от Новосибирска через Барнаул на Семипалатинск, значит, сделали выемку. У нас же, получается, правый берег Аби, он низкий, а левый берег высокий. И железная дорога с низкого на высокий берег, она же не может вот так вот подниматься, да, это же, ну, продольный уклон слишком большой, это машина может, а пояс нет. Поэтому нашли специальное место, где в левом берегу был хоть какой-то овраг, его углубили примерно до уровня правого берега. Раз появилась выемка, нужен путепровод. Вскоре здесь построили железобетонный мост. Вот только передвигаться на нем можно было только на гужевой повозке. Так продолжалось несколько десятилетий. Но в конце 40-х в Барнауле начали строить трамвайные пути. К новым вызовам этот мост был не готов. По нему лишь проложили техническую ветку, пассажиров здесь не возили. Зато на новом рынке и на доме быта обустроили разворотные кольца. Трамвай довели до сюда, до нового рынка. И дальше он должен был идти к заводам, к меланжевому комбинату. То, что мы сейчас видим, это воспроизведение ситуации конца 40-х годов. И все же новое время требовало соединить две части города, чтобы горожане могли ездить на машинах. В начале 60-х годов на новом рынке начали строить автомобильный мост, который был приспособлен уже и под трамваи, и под троллейбусы. Именно этот мост недавно и демонтировали. Путепровод прослужил порядка 60 лет. И в 21 век уже не вписывался. К тому же мост пришел в аварийное состояние. А сегодня здесь строят новую историю, которая уже станет отражением современного ритма жизни. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Сегодня в краевом отделении Роспотребнадзора открыли музейную комнату, посвященную столетию со дня образования Санитарно-эпидемиологической службы России. Здесь собрана вся история санитарной службы Алтайского края. Приборы, которыми пользовались в лабораториях на протяжении прошедшего века, книги по санитарно-гигиеническим исследованиям, архивные документы и фото. На одном из них первый руководитель госсанинспекции на Алтае Юрий Лебедев. Под руководством Юрия Дмитриевича организовывались дезинфекционные станции. В 40-м году открылась бруцелезная станция. В 41-м году открылась противотолеремийная станция. Эта природная чуговая инфекция в нашем крае имела большое значение. Ну, собственно, сейчас единичные случаи бывают даже. И поэтому вакцинация против толеремии под руководством Юрия Дмитриевича имела большой успех. Печатать текст, кликать мышью и играть в игры глазами. Все это уже сегодня могут делать дети, которые лишены возможности говорить. Например, при ДЦП. Звучит фантастически, но, как всегда, такие технологии упираются в большие суммы. Предлагаем хотя бы посмотреть, как выглядит система айтрекинг, которую, кстати, можно было бы использовать и после инсульта. А также расскажем, как все-таки получить прибор бесплатно. Такие игрушки могут стать окном в новый мир. В мир, в котором такие дети, как Назар, могут свободно общаться с близкими, друзьями и педагогами. Например, технология айтрекинг. С ее помощью можно отправлять сообщения, делать уроки, играть в обучающие игры глазами. Уникальное оборудование в Барнаул на тестирование привезли москвичи. С помощью взгляда кликать мышью и печатать текст могут люди с такими диагнозами, как ДЦП, синдром Дауна, травмы позвоночника, инсульт и не только. Здесь инфракрасные излучатели в середине и сбоку. Инфракрасное излучение проходит в глаз, отражается от сетчатки и возвращается назад. Ребенок смотрит на виртуальную клавиатуру и набирает глазами текст. Да, да, да. Если он знает буквы, если он до этого печатал на клавиатуре, ну, например, после травмы, еще после аварии, то, в принципе, ему только нужно учиться работать взглядом. Либо человек только может кивнуть головой, да, или нет, а либо он печатает слова, он может общаться в соцсетях, он может писать письма, может пользоваться электронной почтой, то есть у него открываются совсем другие возможности. И это не просто общение через какие-то карточки. Тем более сегодня дети с гаджетами на «ты». Кстати, в регионе насчитывается порядка трех тысяч детей с ДЦП, а ведь это только один из диагнозов, которые часто лишают возможности говорить. Накануне с технологией «ай-трекинг» познакомились алтайские врачи. У нас в Алтайском крае в основном реабилитация настроена на реабилитацию двигательных порушений у детей. Зачастую логопедическая сфера страдает у этих детей. То есть при сохранном интеллекте они не могут разговаривать. Вот в этом случае, конечно, мы подключаем альтернативные средства коммуникации, но до настоящего времени у нас в Алтайском крае я вот их не встречала. Мы смогли понимать ребенка, то есть смогли бы с ним общаться. Сейчас мы не можем с ним общаться, поскольку у нас нету такого устройства. Как пояснили московские специалисты, «ай-трекинг» в медицине стали использовать больше 10 лет назад. Все эти годы технология развивалась и стала более доступна. Но многим семьям остается только мечтать о таком приборе. Благо, сегодня его можно получить через благотворительные фонды. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Хоккеисты «Динамо Алтай» завершили серию товарищеских игр против «Усть Каменогорского торпеда». Этой чередой матчей спортсмены врываются в новый сезон, в котором вновь намерена взять Кубок Федерации и уже с новым тренером. Меняется ли что-то в игре хоккеистов и как завершился последний товарищеский матч перед сезоном, знает Дмитрий Дроздов. Как будто и не было каникул. К четвертой товарищеской игре болельщики уже активно поддерживают свою команду. И «Динамо Алтай» старался их не подвести. По сравнению с первым матчем ответный был чуть меньше по числу заброшенных шайб. Однако интриг хватало. Команды экспериментировали со звеньями, играли с пустыми воротами, забрасывали шайбу в пустую рамку. И даже несмотря на товарищеский матч, много удалялись. Хозяева набрали 18 минут штрафа. «У нас очень мало товарищеских игр, и надо привыкнуть и к судьям, и к этим штрафам. Потому что очень много. 18 минут за игру – это целый период. То есть кто-то играет, кто-то сидит. Сегодня тоже игра такая, обойду острая. Ну, повезло, ребята забили». В итоге 5-3 в пользу наших. Результат для команды, которая сыгрывается полтора месяца, хороший. После прошлого сезона команда обновилась наполовину. Среди «Динамовцев» много молодых. Новый и тренер. Теперь его задача из молодости и опыта – собрать на сезон боевую команду и взять, наконец-то, Кубок Федерации. А в эту игру по договоренности команд сыграли даже овертайм, чтобы лучше прочувствовать игровой темп. В пяти минутки заброшенных шайб мы не увидели, а в серии буллитов наши оказались точнее 2-0. «Хорошие две игры получились, упорные. Торпеда, спасибо, что приехали. Сегодня что, ну, начали более-менее реализовывать моменты уже не такой провальный второй период, как вчера в игре получился. Где-то построже сыграли, но все равно где-то допускаем такие нелепые ошибки, пропускаем, сами себе привозим голы. Думаю, что к сезону мы это все наработаем и исправим». «Играми тоже довольны. Проверили и наше сочетание, и как бы узнали уровень вашей команды тоже хорошие. Есть хорошие ребята, но хоккей – это череда ошибок. Кто больше допустит ошибок, тот и проиграет». Сезон у «Динамо Алтай» стартует уже 16 сентября, выездом в гости к Саратовскому «Кристаллу». А дома наша команда сыграет 1 октября против самарского ЦСКА ВВС. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. А завершить выпуск мы хотим материалом, который должен вас максимально зарядить, отдохнуть в грядущие выходные. Ведь теплых дней, судя по прогнозу, осталось не так много. И ловить солнце нужно при любой возможности. А если солнечные ванны совместить со спортом или занятием для души, будет двойная польза. Несколько вариантов, как это сделать, подскажут наши герои. Получать удовольствие от жизни и быть активным можно по-разному. К примеру, для Алексея и Егора день начинается со стремительного заезда на велосипедах. За спиной мужчин только за это лето сотни километров пути. И с приходом осени останавливаться не собираются. Вернул точно весь обколесили. И ближайшие окрестности в радиусе километров, наверное, 30-40. Так, везде по полям, по лесам. От уровня катания тоже многое зависит. Поэтому особо никаких трудностей не возникает. Главное следить за своим конем, чтобы он был в технически исправном состоянии. Не ломался, не подводил. Велосипед, потому что это дает такую свободу передвижения. Можно уехать на довольно дальние расстояния. В лесу в эти выходные постоянно пропадает Яна. Это кадры последней тихой охоты. За раз больше 100 килограммов грибов опят. Дома у нас аромат. А самый кайф их собирать. Вот когда идешь по этой роще, по лесу, идешь. И когда на такой пенек, допустим, нарываешься, когда он так весь усыпан. И, боже, не знаешь, что быстрее хватать. То ли телефон, то ли нож. Фотографировать эту красоту. Или срезать быстрее по катетам. Никто не заметил. Секретные места грибных полян нам раскрывать не стали. Да и какой грибник будет делиться таким сокровищем. А вот свежими соленьями угостили от души. На один литр воды мы добавляем одну столовую ложку соли, гвоздичку, перчик душистый, который горошек, лавровый лист, укроп зонтик и 9% уксус. Чайную ложечку. На Новый год, к застолью, самое то. Жарит ли солнце или дует уже прохладный ветер? Наш следующий герой идет на водные процедуры. Для настоящего моржа Александра, чем вода холоднее, тем интереснее. Ему почти 70 лет. Он чемпион страны по зимнему плаванию. А совершив заплыв в Байкале на 1800 метров, попал в книгу рекордов Гиннесса. Закаливание не только оздоравливает, но и настроение поднимает, добавляет мужчина. Приходишь, тебя горит, ты эйфория, еще в баньку сходил, еще с друзьями пообщался, чай попил. Ты идешь с хорошим настроением на работу, в семью, сам удовлетворен. И самое главное, ты молодеешь. Обязательно одевается шапочка, а тем более, когда холодная вода, двойная, чтобы у нас голова не переохлаждалась. Занимайтесь активно плаванием, зимнее плавание и будьте здоровы. Ну а для тех, кому нужно просто выдохнуть после рабочей недели, отлично подойдет дачный режим. Барнаульцы уже делятся яркими садовыми кадрами. Урожай созрел, яблочек много, солнышко еще греет. И ничего не мешает наслаждаться моментом. Мария Мацаева, Вадим Быстревский. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...